Для начала я хочу рассказать о том, как мы начали расти. Мы сделали две версии. У нас есть бесплатная версия и платная версия. Начинали мы, естественно, когда были совсем пионерами, совсем маленькими. У нас там было 20-30 клиентов. Мы запустили бесплатную версию и в ярлычок нашего чата добавили нашу рекламку. И клиенты, которые заходили к нашим клиентам, которые пользовались бесплатной версией, они попадали на наш сайт и, естественно, смотрели, что это за продукт и регистрировались. Таким образом, мы просто увеличивали клиентов, бесплатников, и они нам не приносили конкретных денег, но таким образом у нас росла база, и кто-то из них все равно покупал. Вот за три года работы мы только год назад запустили отдел продаж. И презентация моя начала работать. Прошу прощения за эти мультики. Просто оказалось, что здесь эта программа считывает все эффекты. Мы накопили 84 тысячи клиентов и получили много информации о том, как клиенты продают на своих сайтах с помощью онлайн-чата. И заметили такую штуку, что только 1% из всех наших клиентов умеют правильно использовать инструмент онлайн-чата для повышения продаж. Только один. То есть если в Яндексе 317 тысяч рекламодателей, которые тратят деньги на то, чтобы клиент, трафик пришел на сайт, из них только 124-125 тысяч использует онлайн-чат на сайте, и только 1% этих сайтов могут качественно обслужить клиентов. Ну, хотел рассказать о таких кейсах. То есть если клиент звонит к вам на сайт по телефону, менеджер ему ответил, у вас есть синенькая с белой полосочкой, есть беленькая с красной полосочкой, есть. Сколько это стоит? Стоит там 2 тысячи. Доставка есть? Есть. Оплатить можно карты? Можно. Все, давайте, присылите мне приложение на почту, оставляй свою почту, менеджер все записал и не отправил ничего. Ну, что это говорит? То, что менеджер плохо проработал, но он, если вы этого не узнаете, он, естественно, по голове не получит. Клиент, он поймет, что менеджер проработал плохо, купит у другого. И основная проблема у владельца бизнеса, потому что он должен отследить то, что к нему пришел клиент, который хотел что-то купить, менеджер плохо отработал. В случае с онлайн-чатом, естественно, вы получаете переписку на почту, вы увидите все диалоги в личном кабинете. И какие нормативы мы вообще определили для себя, как должен онлайн-чат работать, чтобы он действительно приносил пользу. Если вы используете онлайн-чат на сайте, то, естественно, вы должны вовремя отвечать вашим клиентам. Ну, представим, что вы пришли, скажем, в ресторан, сели за столик и ждете официанта. Подозвали официанта, помахали ему рукой, встали, не знаю, и официант не приходит. Естественно, вы подождали там минут 15, если у вас там было время, позвонили, посидели в ВКонтакте. И если официант к вам не подошел, вы либо идете, жалуетесь к менеджеру, либо уходите с этого заведения, и больше вы вряд ли туда придете. То же самое с онлайн-консультантом. Отвечать нужно вовремя. Также время в онлайне. Многие клиенты думают, что онлайн-чат – это форма, куда клиент что-то пишет, ему в ответ что-то приходит, и это все работает само. Нужно сидеть в чате, нужно отвечать клиентам. И, естественно, нужно быть в онлайне как раз в рабочее время. Это не менее 6 часов в день. По пропущенным обращениям та же самая ситуация. Их должно быть не меньше 5%. То есть много клиентов там. Я сам приходил к оффлайновым магазинам наших клиентов, пытался у них что-то, ну, приобретал. Там сидели два менеджера, которые чатятся в онлайне с интернет-магазина и продают вот так в оффлайне. Я когда у них спросил вообще, как вы используете онлайн-чат, они говорят, ну, нам там пишут что-то, нас вчера послали, там кто-то, ну, бывают такие истории. Я говорю, а что вы сделали в ответ? Он говорит, ну, мы его обратно туда же и послали, куда и нас послали. То есть это говорит о чем? То, что ребятам не объяснили, для чего используют онлайн-чат. Естественно, много негатива сливается через онлайн-чат. Это, кстати, хорошо, потому что у клиента есть место, куда он может этот негатив вывалить и вывалить, ну, естественно, на вас. Чем, скажем, он будет постить это где-то у себя там в фейсбуке, да, там ВКонтакте или там постить на форумах. То есть этот негатив вы будете принимать на себя. И бывают случаи, когда был у нас такой клиент, у него был менеджер Георгий. Там Георгий жутко хамил всем клиентам, которые заходили. Он их посылал во все стороны, он их отправлял им жуткие сообщения. Эти клиенты начали постить чаты на Пикабу, на других социальных ресурсах. И трафик на этом сайте возрос вот так. Я не буду здесь на презентации показывать, но там было порядка четырех… В начале, если в начале недели, в понедельник было там 10 чатов за день, то к концу недели Георгий раскрутил сайт, что у них было 400 чатов. Я не предлагаю всем хамить. Я предлагаю интересные чаты постить в социальных сетях, и какой-то процент людей может заинтересоваться и зайти на сайт и посмотреть, о чем действительно там говорили. Например, один раз мне предложили продать мне Миконий. Я погуглил и потом начал изучать эту тему, и был очень удивлен, что это действительно можно продавать. И действительно продавать можно все, включая Миконий. А вот вы погуглите Миконий. У кого маленькие дети были, они поймут. Да, в общем, онлайн-чат. Онлайн-чат нам помогает продавать. За счет чего увеличивается лояльность клиентов, почему они становятся к нам более добрыми. Проводили такое исследование. Среди… сейчас это все промотаю. Сейчас это тоже промотаю. Вот эффект. Увеличение удовлетворенности клиентов. Чем онлайн-чат помогает увеличить удовлетворенность клиентов? Проводились такие исследования, и большинство покупателей интернет-магазина ответили на вопрос, почему вам нравится онлайн-чат. Это то, что они быстро получают ответ. В случае, скажем, если клиенту появился какой-то вопрос, он, не знаю, доставляете ли вы в Улан-Удэ, доставляете в Южкар-Алу, какие-то нестандартные способы доставки. Можете доставить моей бабушке, которая не знает, у нее нет мобильного телефона, еще что-то. Можно позвонить, дождаться автоответчик. Здравствуйте, ваш звонок очень важен для нас. Нажмите 1 для перехода туда-то, туда-то. В случае с онлайн-чатом вы можете сразу ввести вопрос, получить ответ. Мало того, что вы можете еще оставить там свои контакты. И для вас, как для владельца бизнеса, есть хорошая возможность эти контакты сохранить, привязать их к CRM, и потом уже обзванивать и использовать предыдущий продукт, о котором мы говорили. Это именно CRM, который отслеживает клиента. То есть можно прилепить клиента с чата к нужной CRM, и также отслеживать историю и оценки, которые ставил клиент. Следующий эффект, который может дать онлайн-чат, это увеличение конверсии. Конверсия – это как раз те всплывающие активные приглашения, которые всех раздражают. Когда я говорю о тех всплывающих формах, все говорят, эта форма раздражает, это всех бесит, все сразу закрывают. Тут ответ на данный вопрос в том, что нужно правильно использовать всплывающую форму. То есть нужно знать, когда клиент зашел к вам на сайт, через какое время, задать ему вопрос. Если он заходит и видит сразу всплывающие окна, введите сюда имейл, мы вам перезвоним, напишем, есть вопросы, он, естественно, думает, это его просто пугает. Он думает, что сейчас я что-то вам оставлю, а потом вы будете бомбить, и мне придется менять номер или заводить новую почту. Приглашение должно всплывать через определенное время, когда у клиента уже в голове появляется нужный вопрос. Я ищу валенки, вы их продаете вообще в июле или нет. И активные приглашения, если их правильно настроить, они увеличивают количество обращений до 70%. То есть многие клиенты отключают активные приглашения, и у них сразу график использования чата падает. Поэтому если вы планируете или уже используете онлайн-чаты, обязательно подумайте над тем, как правильно можно использовать автоматические действия. То есть всплывание формы. Оно может всплывать, когда операторы онлайн или оффлайн, без разницы. Вы можете проводить какие-то акции. Скажем, если клиент зашел на страницу шапок, сейчас скоро лето, нужно продавать зимние шапки, вы можете запустить акцию при покупке шапок, варежки идут в подарок. То есть на определенных страницах вы можете вот всплывающую фразу, которая будет всплывать, делать именно подходящую на конкретную страницу. Ну и правила, когда всплывают. То есть там можно выбрать день, город, если, например, клиент пришел из Самары, предлагать ему какие-то продукты, которые предлагаются эксклюзивно для тех клиентов, которые находятся в Самаре. То есть активные приглашения, еще раз повторю, это очень мощный инструмент увеличения использования чатов. Я вот все путаю, вверх или вниз. Естественно, что все диалоги, всю историю, вы просто любой онлайн-чат сможете получать на почту. Это очень удобно. Вы сможете, если клиент, например, остался чем-то недоволен, поставил оператору минус, вы сразу можете в статистике посмотреть, о чем именно шла речь. И какие-то меры, например, принять. Например, поговорить с менеджером, попросить его более лояльно, более приветливо общаться с клиентами. Ну, третий эффект вообще от онлайн-чатов, которым поможет вам увеличивать продажи, это то, что эффективность работы сотрудников увеличивается. Скажем, если менеджер сидит на телефоне, к нему пришел звонок, то он может, естественно, говорить с одним собеседником одновременно. Он занимает, этот занимает достаточно большое время, то есть 5-10 минут, это стандартный разговор. В случае с онлайн-чатами менеджеры могут общаться сразу с 5 или 10 клиентами одновременно, ну, если они успевают печатать. И онлайн-чат как раз прокачивает эту функцию быстро отвечать клиентам. Ну, и как я говорил, онлайн-чаты позволяют вам отслеживать, большинство онлайн-чатов позволяют в личном кабинете отслеживать, сколько у вас было чатов, то есть вы можете сравнивать поток клиентов, которые зашли к вам на сайт, сколько из них отреагировало на приглашение, сколько, например, чатов менеджеры пропустили, и вообще, когда они пришли и начали работать, сели за свой компьютер, начали рабочую смену, и, например, когда они ушли на обед. Потому что многие бизнесы сейчас используют удаленных сотрудников, например, если у вас интернет-магазин, вам не обязательно держать менеджера, который отвечает вашим клиентам. Здесь, в Москве, я, например, сам приехал в Москву где-то год назад. До этого я работал в техподдержке живосайта, я находился вообще в Казахстане. Смотрите, мы собрали такую статистику, то есть почти 70% сайтов отвечают своим клиентам дольше, чем через 15 секунд после обращения. То есть представьте, клиент написал «Здравствуйте», и мы начинаем отчитывать. Это похоже на минуту молчания. То есть клиент стоит, ждет, и часто бывает, что клиент просто не дожидается ответа и думает, что на сайте никого нет. Смотрите, онлайн-чат. Например, я недавно думал, с чем можно сравнить онлайн-чат и вообще почему он важен, как поведение. Вконтакте или другая социальная сеть. Ну вот встретили человека, я одноклассника своего нашел, я его не видел 100 лет, и думаю написать ему там «Вася, привет». А смотрю, он там последний раз в сети был 12 июля, и я думаю, ну а что с Васей случилось? Ну его уже там полгода нет, ну он может контакт поменял, я что ему буду писать? Ну ясно, что я ему не буду писать уже, я буду другие его, либо социальные, другие контакты в общем искать. А на сайтах, тем более на периферии, если у нас в Казахстане такая же история была, заходишь на сайт, а там новость за 2012 год, мы там открыли какой-то филиал где-то в городе. Вот то же самое. В случае с онлайн-чатом, клиент заходит на сайт и видит, что там реальные живые люди сидят, и они отвечают, потому что есть конкуренты, которые предлагают там роботов, ну представьте себе общаться с роботом. Эти разговоры тоже, кстати, часто постят, когда там есть другие конкуренты, и они не предлагают роботов. И разговоры с роботом именно постят в социальных сетях, как самые прикольные. Также по пропущенным обращениям, более 70% сайтов имеют более 5 пропущенных обращений. То есть люди заплатили за трафик, можно сказать, зря. Клиенты у них были, они хотели что-то купить, но операторы просто их проигнорировали. Подводя итоги своей презентации, я еще раз хочу подвести такие краткие итоги, то что онлайн чат позволяет вам увеличивать лояльность клиентов. Клиенты видят, что сайт живой, могут задать вопросы. Позволяет зацепить больше клиентов путем активных приглашений. То есть вы сможете большим клиентам отправить приглашение и пригласить их вообще к диалогу и узнать их потребности. Онлайн чат позволяет вам создавать лиды, потому что в большинстве онлайн чатов есть возможность оставить почту и телефон. То есть когда клиент вначале к вам обратился, ему ответили живые люди и в естественных условиях задали вопрос, а можете ваши контакты оставить? Он оставил, и тут же вы ему перезвонили или отправили предложение на почту. И третье, онлайн чат позволяет вам эффективнее работать. То есть вы можете контролировать ваших сотрудников, ваших менеджеров, как они общаются с клиентами, как они ведут вообще продажи через сайт. И третье, то что ваши менеджеры могут общаться с большим количеством клиентов. Вот основная фишка онлайн чатов, поэтому они такие популярные вообще в мире. Если есть вопросы, буду рад ответить. Так, сейчас, секунду, секунду, да. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у какого процента тех, кто установил онлайн чат, они работают круглосуточно? Вот такую выборку какую-то делали или они устанавливают время работы онлайн чата какой-то конкретно? Именно по круглосуточному, к сожалению, такой конкретной цифры нет, но она очень небольшая, я вам скажу, потому что даже вот мы с нашим потоком трафика запустили круглосуточную поддержку около года назад. Но помимо того, что онлайн, оператор может находиться онлайн, как я говорил, форма чата может приглашать клиента оставить сообщения и свои контакты даже в то время, когда операторов нет в сети. То есть, если, например, ночью клиент зашел на сайт, форма все равно будет всплывать и предлагать клиенту оставить сообщения и оставить свои контактные данные. Могу сказать, что на эту форму очень хорошо реагирует. То есть, есть клиенты, которых оффлайн форма, то есть сообщение, которое приходит на почту, занимает больше процент использования чата, чем, например, использованы онлайн чаты. То есть, например, если в чат за неделю там было 100 чатов за неделю, то сообщения на почту могут отправить 150 или даже 200. Это зависит, естественно, от того, как вы настроите именно всплывание окна. Если оно не будет навязчивым, то, естественно, люди будут на него охотнее реагировать. Вы сказали, что нойма ответа не больше 5 секунд, да? Не более 15 секунд. Не более 15 секунд. Еще вопросы есть? А скажите, если операторы сидят и какой-то оператор занят, не может ответить, он как-то может переключать между тем, кто свободен? Да, конечно. Операторы могут свободно переключать чат между друг другом. Они могут передавать всю историю переписки. То есть, принимающий оператор, он будет видеть, о чем шла речь. Ну и также оператор может при передаче написать комментарий, скажем, там, Вася, прими этот чат, например, это твой клиент, он обращался там месяц назад, у него такая-то проблема, будь с ним поласковый, потому что он явно напрягается. Ну, то есть, можно еще вносить какие-то комментарии, чтобы оператору не просто чат свалился на голову, а он уже знал, как себя вести с этим клиентом. Ну, не знаю, Вася не напрягается пока что. Ну, отлично. Да, у нас есть, у нас и у других чатов есть интеграция с мобильных устройств. То есть, если вы не находитесь за рабочим местом, вы можете вести беседу с мобильного устройства, с iPad, можете также с веб-версией. То есть, зашли в браузер и там ведете беседу. Можно даже, вот недавно протестировали, можно через контакт установить приложение и в контакте сидеть и общаться через контакт. Здравствуйте. Не подскажете, а вот проводились какие-нибудь исследования, когда оператор, там фотография, например, ну, реального сотрудника, либо какой-то, ну, просто взят скачан из интернета. Да, ну, мы вот экспериментов таких не проводили, экспериментов не проводили, но внутри нашей компании у нас были, одна часть операторов была без фотографии, то есть, они вообще не ставили никакую фотографию. Какая-то часть использовала фотографию, ну, взятых из интернета, скажем, а кто-то использовал вот свои фотографии. И через месяц-полтора мы поняли то, что, ну, мы не замеряли, естественно, да, там в штуках, в единицах, в количестве, да, там во времени, но через 2-3 месяца уже все операторы начали использовать свои личные фотографии, потому что это действительно становится, ну, клиент больше доверяет вам. А я, когда только начинал работать в живо-сайт, мы тоже пробовали, я себе брал псевдоним Егор Вознесенский, чтобы меня не находили через социальные сети, но потом мы поняли, что наоборот, социальные сети это круто, поставили свою фотографию, и мне начали писать люди в чате, мы начали с ними общаться, коннектиться, потом, когда мы создали свою группу, я добавил туда этих людей, и так у нас появилось такое сообщество из пользующихся нашим продуктом. Еще я хотел вам сказать то, что в онлайн-чате есть такая удобная штука. Смотрите, у вас есть сайт, дизайнер вам его сделал, вы посмотрели, вы сайт сделали от начала до конца, вы знаете, что на нем где находится, вам не нужно ничего искать. Если вам нужно что-то найти, вы примерно себе даже представляете, даже если вы забыли. Но ваши клиенты, каким бы ни был ваш сайт крутым, они все равно не знают его весь. И, естественно, они могут что-то там не найти, ну какой-то элемент, не могут найти какой-то товар. И онлайн-чат позволяет клиенту взять за руку и перевести его на нужную страницу, довести его до нужного элемента, до нужного товара, показать, что вот эта бутылка воды стоит 25 рублей, и именно указать на нее. То есть на любую страницу вашего сайта вы можете переводить с помощью онлайн-чата. Эта функция вообще называется, ну указка там у кого-то по-другому еще называется. Еще есть вопросы? Кубраузинг. Ну раз вопросов нет, спасибо. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok